Там еще есть несколько таких сценарных планов, но просто они могут... Вот я вам называю то, что в сценарии игры уже точно есть у всех людей, потому что мы в эту игру играли. Есть персональные игры, и каждый дорабатывал свою игру самостоятельно. Ну, то есть, смотрите, там есть разный уклад, разные традиции, разные вероисповедания, разные какие-то философии жизненные разные, и вообще все разное. Ну, вот если вы сейчас посмотрите на племя богунов, допустим, в Африке, вы же понимаете, что живут они по-другому, не как мы. То есть у них разные понятия в жизни, у них мироощущение другое. То есть у них есть что-то ценное, есть что-то важное. Для нас это не является ценностью, допустим. У нас другое мироощущение, мы живем по-другому, и соточены мы на что-то другое. Поэтому есть еще индивидуальные планы сценарные. То есть есть государственные планы, есть религиозные, национальные. То есть по каждому эгрегору есть еще и план, сценарный план. То есть как идет сценарий, взворачивается. И человек для того, чтобы выйти из всех сценарных планов и написать свой собственный контракт, переписать его и написать заново, для этого, конечно, нужно сидеть и писать. То есть вы прописываете каждую деталь, каждую. Потому что в сценарии игры там всегда ложь. Там очень мало правды. Относительно всего. Относительно образования, медицины. То есть образование учит детей совершенно в другую сторону. То есть не туда, куда надо учить детей, а вот в другую совершенно сторону. Были времена, когда детей учили в нужную сторону. А сейчас совершенно непонятно, в никуда есть медицина, которая точно так же была в нужную сторону раньше, когда сначала прорабатывалась метафизика, потом уже шли какие-то процедуры. Даже в царской России совсем недавно еще сначала вызывали священника, чтобы он принял грехи. И только потом вторым приходил врач. Даже тут вот, казалось бы, совсем недалеко от нас. То есть поменялся сценарный план совсем недавно. Поэтому, когда вы будете порабатывать родовые сценарные планы, вы будете понимать, что этого нет у других семей. Это есть только в нашем роду. То есть и такое тоже видно, да, и его заметно. Есть национальные какие-то традиции, есть религии и так далее. Вот они тоже вносят свои коррективы. Потому что тут нельзя, там нельзя. Это нехорошо, это безрабственно, это аморально, это непорядочно и так далее. То есть там тоже включается очень много сценарных планов. Они все лживые. Понятно, да, что все выключить, все выбросить и ничего этого не должно существовать. Существует один закон в космосе. Возлюби ближнего. Все. Единственный закон, который работает. Да, то есть есть еще закон отражения. То есть действительность всегда отражается. Все, что у тебя внутри, обязательно будет во внешнем мире. Это второй закон космоса. Больше никаких законов не существует. Но у нас есть любители создавать какие-то законы, потом их переписывать, опять создавать другие законы. Причем строго противоположные. Это все сценарные игры. И, конечно же, чем быстрее вы освободите свою голову от каких-то, не знаю, заморочек третьего измерения, от каких-то игр, в которых можно потерять энергию, достаточно много можно потерять энергии. Конечно, сценарный план предполагают. То есть вы должны понимать, что всегда идет высвечивание какого-то эгоистического качества. То есть на что подцепить человека можно? Ну, например, на то, что какой ты умный. Можно зацепить какой ты, значит, сообразительный или какой ты шустрый. Или как ты ловко все дела проворачиваешь. То есть на это можно цепануть человека, какой ты самый удачливый или еще что-то. Можно этого человека приподнять и вопрос, как ты будешь падать с этой горы. Но это уже другой вопрос. Как человек будет падать и как он будет очищать потом свое тело. Это тоже вопрос уже такой непонятный. Но, тем не менее, человека можно уцепить на всем, чем угодно. И это удается. Слава, успех, зацепить там на всякое разное. Зацепок много. Человека можно купить за три копейки, что называется. Посадить его на какой-то негативный... Ну, не знаю, иметь компромат на него какой-то. И этого будет достаточно для того, чтобы управлять этим человеком всю жизнь. Ну, что, собственно, и делается. Да, у нас в сценарном плане, у нас вся власть, она управляется именно за счет компромата. То есть, когда ты имеешь в сейфе на чего-нибудь, на кого-нибудь, понятно, что ты управляешь этим человеком. Ну, поэтому, когда вы будете осознавать, что это сценарий игры, его надо переписать, то в медитации вы будете видеть, как можно переделать эту ситуацию. Иногда я хожу через сказки. Бывает, что какая-то ситуация, я просто одеваю костюм, значит, и медитация дальше показывает, куда надо пойти, где какой навигатор взять, и куда надо двинуться, и что надо там сделать. То есть, сказка всегда, она похожа по событиям каким-то у человека, помещается героя в сказку, каждая сказка имеет кодировку. И каждая сказка имеет выход. То есть, она таким образом закодирована, что она может дать выход медитативно. Если, ну, раньше люди пользовались именно вот этими сказками, как выходом из ситуации. Но потом как-то все трансформировалось, и люди стали сказки читать детям. Ну, в качестве развлечения. Да, сказка и не развлечения. Это очень строгий порядок. Ну, конечно, они переписаны уже 150 раз, понятно, да? Вот, как и все остальное переписано. У нас переписано вообще все. Все наши книги, все наши Библии, Кораны, Веды, там, что хотите. То есть, понятно, что нет оригинала того, который составлялся. Ну, тогда не было бы игры. Да, если кругом была бы написана истина, и ничего не надо было бы искать, ну, тогда и игры тоже нет. Вот, да, поэтому истину мы откапываем, мы ее, значит, копаем и находим. В сказке каждый символ обозначает что-то, то есть вы понимаете каждый символ и, соответственно, вкладываете эмоцию какую-то в этот символ и смотрите развертывание событий, да, как они развернутся и что дальше будет происходить. Вы улавливаете там эмоции, смотрите, как бы развернулась дальше эта ситуация. Можно сделать это с прошлым, потому что там будут разные потенциалы. То есть, ваша дорога может пойти не в другую временную ветку, и вы можете ощутить совершенно другие события и пожить в этих событиях. Вы тоже можете. А как было бы, если бы я принял вот это решение? И можете прожить этот вариант развертывания событий. Ну, и, соответственно, получить опыт. То есть, нас никто не заставляет проживать физически каждую эмоцию или каждый сценарный план. Можно прожить ментально. Что мы и делаем, да? Когда мы приходим, подлетаем к земле, то мы можем в пятом измерения одеть любые костюмы, поиграть ментально, прийти на землю, и у нас уже не будет отличий в хронике Акаши. Когда мы будем туда заходить, то мы будем видеть, что мы играли какую-то роль. Тут сосед говорит, а я-то уже этим был и человеком. Так не может быть, что мы же двое, что ли, играли. Так вот, не только двое, может быть и сто человек, и тысяча, и так далее. То есть, каждый проигрывает костюм эмоционально. То есть, человек уже давно умер, можно одеть его костюм и пожить в этом теле. Испытать все эмоции, которые испытал этот человек. Поэтому театр, когда земляне создали театр, это не просто намек на то, что вся жизнь игра и весь мир театр, и люди в нем актеры. Это не просто намек, это данность, которую нужно использовать. То есть, нужно для себя брать не просто то, что это есть, а здесь нужно еще использовать это. То есть, все инструменты, которые тебе помогут найти внутри себя недоработанные программы, какие-то негативные эмоции, вылечить твое тело. То есть, все инструменты, которые присутствуют на земле, и сказки, и театры, в том числе, скажем так, работают в этом направлении, помогают именно в этом. То есть, все инструменты мы задействуем и работаем с ними. У нас на самом деле много инструментов, и у нас есть слово, и у нас есть буквы, и у нас есть цифры, и у нас настолько всего самого разного. Но люди от того, что они все это забыли благополучно, похоронили, скажем так, и никто ничем не пользуется. Если кто-то откроет какой-то алгоритм для себя в любом деле, может быть, Таро, или астрология, или нумерология, или еще чего-нибудь, то он будет использовать эти инструменты, видеть, и слышать, и чувствовать. Но забытые знания, хорошо закупанные в сундуках, где-то там далеко.